У нас вторая часть обзора «Бог погоды». И смотрите, в общем-то, что я не договорила. В первой части у меня сейчас всё уместилось в голове, именно когда я её закончила, и договаривать я уже не стала. Оставила для второй части. Смотрите его свойства. С ним едет рай, то есть он управитель рая. Ну, души, попавшие рай, по небу плывут в его лодке. Это правда. Эти поцелуи, конфетно-букетный период, приятное времяпрепровождение – это знак весов. Это настоящий знак весов, именно весы любят эти конфетно-букетные периоды, весы, времяпрепровождение, развлечение – это весы. А весы – это всегда и суд. У них есть другая сторона, и это самый жёсткий знак. Так что это всё совершенно в одно укладывается. Это одна схема, и она даже описана астрологически. Как видите, и боги, и люди, и свойства – всё это движется в едином ритме. И не зря говорят, что человек создан по образу и подобию Божьему. Но создан, мы не дети, мы создание их. Мы хотим бы быть с детьми, но мы их создание. Если бы мы были их детьми, нам бы не посылали всем такую судьбу. И верующим, и неверующим. Очень много людей с тяжёлой судьбой и обрывом этой судьбы, хотя это были люди и верующие глубоко. Но сейчас у нас другой разговор. Смысл я вам пояснила. И он, смотрите, именно рай. Тут кончается 21-й аркан «Мир». Это изображён рай. И вместе с луной. Смотрите, какие карты. Кубки. Паш кубков. И кончается миром. Призрачный 14-й аркан и луна. Вот это врата в рай. Вот 14-й тут аркан и 21-й. И говорит, что через рай просто так не войти. Нужно многое перетерпеть и перестрадать. Это вот его тут чёткий ответ. Должны многое и уметь любить. Обязательно. Он и дарует любовь. И говорит, что в рай идут люди, которые умеют любить, у которых есть эмоции. То есть, которые готовы нести какую-то ответственность за другого человека, помогать, любить и быть любимыми. Человека, животное. Он говорит, что люди, которые не умеют, не пережили каких-то страданий, не терпели каких-то лишений. То есть, не показали себя с каждой стороны в горести и в радости. Люди, которые не умеют любить, им никого не жалко. Они никогда не войдут в рай. Вот это подтверждение. В его рай вы никогда не войдёте. Любой бог вас может взять в рай. Вовсе не обязательно, что если вы в этой вере, вы попадёте в свой. Я про это записала несколько видео. И о богах, и о своих снах, и о случаях. Вы не обязательно попадаете в тот рай. Но в любом случае, он просто рассказывает, как высшая садия небес. Вот он, что человек, который не отстрадал, не пережил, он в рай попасть не может просто. И смотрите, что ещё. Вот тоже врата. Да, туз, пентакли, врата и колесница – это врата. Это говорит, что каждый… Он ещё раз напоминает, он как-то говорит, интересно, что о загробной жизни, что человек кому попадёт или в рай 21-й, аркан или вниз. И зависит это на его суде. Он тут туз, пентакли и выпал. Вы знаете, это очень похоже на древний Египет, когда они верили, что золотом можно купить проход. Можете посмотреть фильм «Боги Египта» кое-что там есть. Фрагменты. Я не могу сказать, что полностью, надо как-то разобрать этот фильм. По частям, чтобы вы смотрели, и, может, я буду комментировать, как бы в последовательности запишу голосовое, вы включите параллельно фильм «Смотреть», чтобы налагалось, что правда, что неправда. Если у меня будет время, я запишу такое видео. Вот, смотрите, человек подходит в данном случае и прошедший через испытания, через меи, через какие-то болезни и страдания. И за свои деяния он не только, как Судья Небес, посылает в рай, он и отправляет и вниз. В Чистилище или ещё пониже. Но сперва выбирает, кому человек достанется. Он очень много говорит о Суде тут. Тот, кто терпел, кто перестрадал. Много перенёс, да. Скажем, это некое такое очищение Души, входит через портал. Вот 14-й карты, смотрите, он попадает на ту спинтакли. Высшие Арканы — это его суд полностью, его решение. Он попадает и дальше, куда он идёт. То есть сперва он как Судья идёт. Он здесь как маг, снимающий маску, выступает. Это очень сильная карта. Обычно это карта правителей Бездны. В общем, так идёт, смотрите, он говорит, что в паре. Вот он Шут, это правители Бездны. Его карта Шут, императрица, и рядом правители Бездны. Их — это Солнце и Аркан Маг. Что вот этот перекрёсток, дальше идёт Суд опять. Перекрёсток, куда упадёте шестой. Шестёрка кубков. Склесницы — это Бездна. Или вы выберетесь по восьмёрке кубков в Мир и Луну. Мир с Луной — это говорит, что рассказывать о Рае он сейчас не будет. Но что там хорошо и как дома, это точно. Он как раз склонен людей определять судьбу их и не тянуть через очень-очень много жизней. Он определяет вообще, куда человека направить. Ну, вата-то очень редкая. Так надо заслужить. В основном это чистилище. То есть вы попадаете после этого на перекрёсток смерти и куда попадают люди. И не надо, как это, клеить ярлык заранее, что вот этот человек попадёт туда или туда. Мы все хотим, чтобы наши враги оказались как можно ниже, а наши близкие как можно выше. Ну, это их суд, и судят они не как у нас. Не то, что человек соблюдал внешние законы. И одно из самых тяжёлых предательств — это предательство своих близких. этого никто не любит. Это вот, знаете, он сперва говорит именно о той жизни, когда вы перейдёте к порогу. А земной он скажет позже. Но сперва он хочет рассказать, что ждёт за этим порогом. И рай, смотрите, именно представлен луной перевёрнутой и миром, что там у вас не будет врагов. Враждующие не сидят в одном месте и их разводят. Это рай, это его владение. Подземный мир — это не его владение, он может только переслать. Но в суде он участвует. Вот он представлен. И как шут в маске, это самый мощный и могущественный шут, шут тёмный, светлые силы высшие, которые видит насквозь. И вот тут он как прямое божество проявлен. И змеи — это ваши перенесённые испытания. В данном случае, значит, на суде ваши страдания. И ваш проход. Он ещё говорит, что до рая нужен характер дойти. Если вы просто сломались, ничего не хотели делать, пребывали в депрессии, и вас очень сильно обижали, вас просто пошлют в другую жизнь. Начать сначала и попробовать себя отстоять. То, что вы не пытались что-то делать, что-то поменять, не будет вам рая небесного. Вы должны пытаться что-то бороться. Если первые христиане, скажем так, говорят, или люди погибают за веру, это характер, они борются, они отстаивают свою веру. Да, они ничего не могли сделать, но они боролись, они не отреклись, они попали в рай. Это было жертвоприношение Бога. А если вы просто сломались и сказали, вот я так страдаю, я ничего не хочу делать, или даже вы считаете себя искренне верующим, но при этом делаете, занимаете у всех деньги, разоряете их, никогда не отдаёте, то в следующей жизни будете отрабатывать эти долги. Жить очень по-нищенски. Ваши деньги и энергии будут утекать другими. Поэтому он говорит, ставить крадники можно и нужно через богов. Такие люди тоже отрабатывают. И прежде всего они отрабатывают тем, кому должны, несмотря на то, что вы считаете, что вы очень праведный человек. Нет. То есть суд у них другой. Совершенно по-другому они смотрят. И ещё раз он повторяет, что если вы просто терпите, ничего не меняете, то в следующей жизни всё повторится. И так пока вы не научитесь или не потухнете совсем от таких страданий. Это вас не ведёт. В Царство Небесное человек что-то должен сделать, какую-то нести пользу. Если вы видите, что вас над вами издеваются, в семье там всё, у вас должно быть твёрдость порвать. Этот брак с этими родственниками, с такими друзьями. Но хоть какой-то характер проявить и начать защищаться. Иначе вы сами соглашаетесь на эту жизнь и почему Бог вас должен за это жалеть. Вы же сами выбрали. Сами хотите страдать, почему вас должно быть жалко. Значит, это ваш собственный выбор. Вот он предупреждает, чтобы вы не выбирали. Такой путь, он тупиковый, не ведёт он в рай. Он никуда не ведёт, он ведёт на зацикливание, на повтор таких же ситуаций и таких страданий. Дальше посмотрите, какой карте вас притягивает больше всего. У нас есть такое, что вот видите вы или не видите, это не имеет тут значения. Всё равно тянет к какой-то определённой карте. Это именно то, что он даст вам. Рано или поздно вас притянет, а я расскажу, что он вам даст. Дальше. В личной жизни, что он вам может дать? Он может дать великое счастье. Тут Паш Кубков, с императрицей и Солнцем. Это самый счастливый брак. Это брак, благословлённый силами. Нанизу лежит и маг перевёрнутый. Я уже сказала, кто это высшая тёмная иерархия. Вообще он должен быть повёрнутым, так как тут речь шла о суде. Пусть он будет перевёрнутым. Если бы речь шла о тёмных силах, маг был бы прямой, Солнце перевёрнутый. Но тут они фрагментом участвуют. Это брак. Это хорошая семья. Он может подарить богатство. Тут безусловно, Солнце с императрицей — это богатство. Он может дать верный выбор по колеснице. И тут он тоже очень-очень чётко записан, этот верный выбор. очень хорошо. Он в нём участвует. Может дать дорогу вам за границу, если вы хотите уехать и за границу, и даже поднять бизнес. У него дважды показано богатство. Это колесница с луной, перевёрнутой, и миром. И тут это богатство немнимое и не только духовное. И императрица Солнца. В общем-то, он собрал самые богатые карты. Он ещё и богатство может. Причём, он даровать вам его по судьбе может. Он ещё бог богатства и большого. Это не упомянуто в легендах, но это оно так и есть. И как бог, определяющий судьбу, он его вам даст. Причём, это богатство в гармонии. Это ещё богатство тут с семейной жизнью сопряжено. И очень это выражено. Потому что есть мир, причём это то, о чём вы мечтали. Он может исполнить ваши мечты. И тут мир, в отличие от очень многого, это не пустые мечты. Это реализованные, вот то, что вы мечтали. Особенно это или бизнес, или ваш переезд за границу, иметь ещё один дом. У него можно просить дом. Причём это не кредиты. Знаете, у него это больше, как он благо прибавляет. Тут нету живых денег, пентаклей. Он не бог бизнеса. Он может вам подарить хороший дом, хорошую, благополучную семью, в которой пребывают вещи. И вот каким-то образом ваш материальный статус повернётся в лучшую сторону. Он не бог бизнеса, оборота денег, прямых, живых. Тут как бы пентакли не присутствуют. Но тем не менее, вот каким-то способом к вам деньги придут. Придут хороший дом. Очень хорошо просить, кто хочет дом за границей. Очень. К нему вы прямую попадёте. И удвоение капитала, если бы ещё императрица была прямая, но она у него повёрнута. Но тем не менее, удвоение вашего имущества, как-то к вам будет приходить, это лёгкая, хорошая жизнь. И даже очень хорошая. Это солнце с шутом. Это творчество. Но покровительствует людям творческим ещё. И влюблённым покровительствует, и людям творческим. И давайте сейчас я расскажу, что он хочет в подношении, и что у него вам лично просить, если вам милее всего паш кубков. Первая карта. Это любовь, безусловно. Судьба любить и быть любимыми. И просите, приносите ему цветы императрица. Вторая карта перевёрнута. Это возвышение вашего положения, но она непрямая. Это не настолько высокая, но тем не менее. Зато недвижимость, недвижимость и хорошая семья. В общем-то, это самая счастливая карта колода, и лежит она со второй счастливой картой. Многие считают первым солнцем, но самая счастливая всё-таки императрица. Просто солнце себя ощущает изначально счастливым, а императрица нет. Но по благам, которые она приносит, могу сказать, что солнце на втором месте. Если вы выбрали солнце, это или творчество, или защита. Что у вас очень сильная защита, или ребёнок. Если вы хотите, то он может подарить вам ребёнка. Если вы мечтаете и хотите о детях, это ребёнок. Третий вариант. Скажем так, четвёртый, не вариант, но карта. Дальше. Восьмёрка кубков. Прямая. Это жизнь в большом городе, если вы мечтали. Это свободное времяпрепровождение и лёгкая. Лёгкая жизнь. Это балы, это развлечения, это встречи. Это то, о чём... В общем-то, это такой богемный образ жизни. И так или иначе вы в него попадёте. Очень хорошая карта. Это говорит о конце неблагополучного периода и о хорошем. И что в целом вы любимы, вы счастливы. И будут у вас крылья, на которых вы будете парить. Мы переходим к пятой карте. Это шестёрка кубков. Он предупреждает, что за вами следят очень нехорошие глаза и силы. Ищите возможность блока, ищите избавление от врагов. Тут сущность, в общем-то, это даже... Это кто-то на вас призывал сущность, она следит. Или вы её вызвали своими действиями и поступками. И он предупреждает, чтобы её погасить, эту сущность, это надо обращаться к повелителям тёмного мира. Это не его слуги. И отозвать он их не может. Но предупреждает, предупреждает, что вам нужно избавляться. Имейте это в виду. И не имеет значения, виновны вы в чём-то или нет, вам в любом случае нужно избавляться. Мы переходим к миру. Мир. Мир, что вы идёте верным путём. Вы очень много мечтаете, очень много, но часть вашей мечты сбудется. Я даже открыла тут шестёрка мечей. Он говорит, что пусть не такой лёгкий. И очень многие у вас хотят это перехватить и отнять. Он не обещает вам. Он говорит, что только некоторые из ваших мечтаний сбудутся. Но тем не менее. Но некоторые и смотрите по своим снам. Он подсказывает. И те желания, которые вам приснились, что исполнятся, но в трактовке сновидений, и не прямое, те у вас и сбудутся. Он вам посоветовал сначала предугадать, что возможно, а что невозможно, на таро, по снам, а потом пытаться это исполнить. Потому что у вас есть мечты, которые исполнить невозможно. Их надо оставить. Вы на них тратите слишком много сил. Как это? Слишком много мечтаний, слишком мало будет совершения. Выберите те, которые могут сбыться, а не те, которые вы больше всего хотите. Вот такой он дал совет. И разберитесь, кто вам мешает. Вам нужно в этой жизни увидеть, кто вам мешает, снять розовые очки. И понять, что не все, кого вы считаете и доверяете, вам также желают добра. Кого считаете своим близким человеком, может быть, или другом, не все желают вам добра. Снимите розовые очки. Он посоветовал. Дальше у нас седьмой вариант. Четырнадцатый аркан. Умеренность перевернутая. Он говорит, что ваши намерения призрачны. И желания тоже. И зря терпите, страдаете, откажитесь. От этого пути поменяйте. Любыми путями пытайтесь соскочить с того, чем вы сейчас занимаете, или что вы терпите. Идете вы никуда, в призрачные дали и цели. Вот такой у нас седьмой вариант. А мы переходим к восьмому. Восьмой вариант. Маг перевернутый. Он говорит, что у вас три пути. Один. Вы разбогатеете. И ваш дом наладится. И вы будете жить счастливо. Второй путь. Вы будете жить свободной жизнью. Легкой. И познавать мир. И удивляться его. Ничто вас не побеспокоит. По шуту. И третий. Ваш путь призрачный. И посоветовала вам обратиться за советом, как вам поступить. Куда идти в каждой конкретной ситуации. Просите у тех, кто лучше всего видит. У пророков и у людей, которые очень хорошо разбираются в вашей ситуации. Просто психолог вам ничем не поможет. Тут нужен тот, кто видит и видит по-настоящему. Обратитесь к Брану и к себе, к тёмным пророкам, кто работает с пророками. Нет, обращайтесь через практика. Обращайтесь через реального ясновидящего. Потому что тут на такого же псевдовидящего есть шанс нарваться по призрачному. Вы призрачные цели видите. Ваш советчик тоже. Или к очень хорошему специалисту. Вам главное вот это не ошибиться. Очень похоже на предыдущие три варианта, два варианта. Мы переходим к восьмому, к шуту в общем. Так, я уже сама запуталась. К девятому, к шуту. Шут у нас в любом случае. Говорит, он вам подарит лёгкую жизнь, избавление от проблем и неприятностей. И всего вы достигнете своим умом и своим путём. Ваше самое главное богатство, ваш острый ум, ваша нестандартность. Она вас приведёт к успеху. И как это? Вам самая лёгкая судьба выпала. Не обязательно, что самая богатая, но самая лёгкая. И где-то шут такой же почти счастливый, как императрица. И вот императрица перевёрнута, шут прямой, примерно одинаковый, как солнце. Вот эти кто? Это самая лёгкая жизнь. Но он посоветовал выбирать всё-таки то, к чему тянет, иначе совет пропадёт зря. и у нас первый не аркан, туз жезлов, единица, туз пентакли. говорит, это дом и совет. У вас будет дом второй. Если у вас он кредитный, то первый. Но что дом вы получите? вы просили дом и вы его получите. Тут речь идёт о недвижимости. И если вы просили благих известий, вы ждёте, вам оно придёт. По судьбе вам дом и плюс вам три благоприятных известия. Ожидайте трёх очень благих известий. Одно личного характера, одно больших продвижений по вашим делам, и одно какое-то очень приятное или развлечение, или освобождение от чего-то. Вот такой десятый вариант. Мы переходим к одиннадцатому. Колесница. Победа. Победа и успех. Если вы практик, обращайтесь к тёмным за победой и успехом. Победа. Великая победа. на этой карте изображена самая могущественная сила из тёмных. Но это сила не нашего мира, но тем не менее. это к тёмным. Это бездна. Ваше желание оно исполнит любое. Не потому, что оно хочет вас поработить, они всегда держат слово, они прямые, они могут с вас снять любую сущность и помочь. для всех остальных, кто не практик, это просто победа и триумф и даже бизнес. Если вы хотите переехать, вы переедете. Если вы хотите победить, победите. В общем, вам суждён триумф или удачный и успешный переезд в свой дом. Вы можете выбрать, но это не такая карта и он не такой бог, что даёт всё. Нет богов, которые дают всё. Или выбирать вам, что хотите, что для вас ценнее, то и выбирайте. Вот такое 11 карта и мы переходим к последней карте. Что он даст? Он сказал дом. Тут чётко дом, избавление от врагов и покой в конце жизни. То, что вы хотели. Лёгкая смерть, которая вас не будет мучить и не угасание в тяжёлой болезни. И он говорит, это очень дорогой подарок. Это именно подарок. И самая лучшая карта в этом раскладе — это лёгкий уход, хороший конец жизни, благоприятный и в покое. и неважно далеко вы уехали, тут в общем-то это очень касается людей, которые на чужбине или остались, может считают одни оторванными, как он вам даст покой и счастье в конце жизни и смерть без страданий. В конце жизни без страданий будете жить в своё удовольствие, наслаждаться жизнью до конца, и он считает это лучшим вариантом. И ещё он сказал, что вы можете выбрать эти карты из колоды тёмного тару роя, перемешать их и вытащить уже карту. Вот из этих именно в таком же положении вы их должны перетасовать. Положение должно сохраняться, иначе прямое или перевёрнутое, иначе вы не получите вытащить одну карту для себя и посмотреть, что вам даёт. Если у вас нет тёмного тару роя, ну попробуйте на любом тару, но это немножечко не то, потому что всё должно соблюдаться, и магия, и общение с богами это каноны, но вы можете выбрать. Вот таким способом ещё раз повторить, скажем так. Но первая вас должна притянуть карта в раскладе, вторая будет дополнительная, как бы бонусом, или вас две притягивает, так что можете сосредоточиться, что вас тянет. Но тут бесполезно указать, что мне нравится топ, поэтому я хочу это, так не бывает. И что он посоветовал сделать, чтобы это исполнилось. И то, и другое, и третье сработает. Он говорит, что мед и его положите орехи или рядом орехи. Если чищенные, насыпьте в мед вместе с монетками, лучше золотыми, если у вас есть монеты. И оставить сладкое, спиртное. Лучше всего красное полусладкое, но годится любое. Или шоколадные хорошие конфеты в коробке и засыпать их монетками. Тоже можете добавить спиртное, ставьте на высоком холме в момент, когда ярко светит солнце. Если вы хотите себе такой судьбы, он примет дар у тех, кто смотрел расклад и прослушал очень внимательно в обе части. Вы наладите контакт, и он примет, и этот получит. Так что можете пробовать, что у вас получится, и на этом я прощаюсь.